Сквозь призму времени с такой музыкально-поэтической программы в Центральной городской библиотеке стартует Ночь искусств. Акция станет неким мостиком между текущим годом литературы и предстоящим годом кино. В библиотеке уже готовят тематические выставки. На этом стеллаже, например, книги об известных российских актерах. А на этой полке можно найти те произведения, которые были экранизированы. Удивительно, но факт. В библиотеке рассказывают, что в последнее время киноискусство вдохновляет людей на чтение. Произведение очень долгое время было забыто. Таинственная история Билли Миллигана. Как только в интернете прошел слух, что будет главную роль играть Леонардо Декабрио, достаточно знаменитый такой судебный процесс был в Америке, поэтому дело про раздвоение личности. Произведение буквально не стало на полке. На втором этаже библиотеки готовят целую выставку о содружестве изящных муз. На полках книги о всех видах искусства, танец, музыка, живопись. Во время ночи искусств каждый гость станет не просто зрителем, а будет вовлечен в творческий процесс. Желающие смогут и послушать у нас концерт, и даже попробовать поиграть на тех инструментах, которые здесь представлены. То есть наши экспонаты можно трогать, можно брать в руки, можно пощупать. Впрочем, ночных поклонников искусства ждут не только выставки, музыкальная программа, мастер-классы, беседы, презентации и даже просмотр фильма. Ночь искусств в Центральной библиотеке проводят уже третий год подряд. И главная цель акции – привлечь как можно больше молодых читателей. Не секрет, что средний возраст, он где-то у нас за 40 примерно, молодые приходят, естественно, конечно же. Но мы надеемся, что вот эта программа, которую мы подготовили, она будет интересна в первую очередь довольно-таки молодым людям. Ночь искусств, девиз которой «Искусство объединяет», охватит все районы курорта. Мероприятия стартуют вечером 3 ноября. Свои программы подготовили городские музеи и библиотеки. Участников акции ждут выставки, концерты, мастер-классы и многое-многое другое. Можно будет послушать музыку, посмотреть кино или сделать что-то своими руками. В общем, на Ночь искусств приглашают как почитателей, так и тех, кто только хочет познакомиться с искусством. Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.